Так, друзья, что-то давненько я ваши комментарии не лайкал. Так вот, первые 228 с удовольствием отлайкаю. Ну что, друзья, до выхода EAFC 24 остается 20 дней. Я понимаю, что многим уже FIFA 23 не особо интересно, но контент нужно делать. Я все так же болею, никак не могу отойти после FIFA хаоса. Но опять же, контент сам по себе не запишется. И сегодня у нас будет грандиознейший пак опенинг. Я, друзья, в общем-то, поставил себе цель до конца FIFA 23 собрать состав с рейтингом 99. Желательно на каждую позицию. Давайте представлю вам свой составчик по-быстрому на воротах. Дана Рума, Маркус Лоренто у меня на ПЗшнике, 20 Зшника, Канатей, Матеус. Матеуса собрался я по-быстренькому. Слева у меня Роберто Карлос, справа Гаву, Маркизю. Мне недавно из пака упал, он как раз таки меняется местами вместе с Матеусом. Слева собрал себе Рафаэля Леау, 99-го. Роналдиню, 98-й. Зидан, 99-й. И в атаке Холланд, 99-й. Вот так вот шикардосно выглядит мой составчик. Но, опять же, есть к чему стремиться. Криштиану Роналду вот недавно поймал, 96-го. Но, как понимаете, радости не особо много. Потому что у него есть 99-я версия, которую нужно поймать. Также недавно вскрыл пак 85 и X10, где в одном паке мне упал Дзибала, 98-й. И Зубастик, 97-й. И, как понимаете, оба они у меня сидят на заменке. Да, состав, конечно, у меня просто сумасшедший. Я понимаю, что это конец фифы и все такое, но все равно выглядит прикольно. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин. Отличная бонусная система, где вы при регистрации можете получить косарь фрибета. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение. А все это добро вы можете найти по закрепленному комментарию. Также, друзья, скоро выходит EFC. Осталось меньше месяца, поэтому если вы хотите сделать предзаказ, купить подписчики, ссылка на мой личный сайт в описании. Ну и также, если вам нужны монеты, сайт PandaCoin тоже к вашим услугам. Так, в общем-то, что у нас сегодня по контенту? Один из четырех новый уровень. Футис 94+. Я думаю, на нескольких аккаунтах соберу. Давайте начнем вот с этого вот пика. В принципе, если упадет Кевин Дебрю на 99, я буду не против. Давайте откроем. Там еще Варанчик вроде может упасть. Смотрим. Блядь, как плохо. Ну я хрен знаю, что здесь брать. Возьму, наверное, Фикира. Пусть будет. Легенда Заргая Никифорова. И вот, вот эти вот два пика, в них я прям очень верю. Вот тут все Футисы, все 94-е. Давайте. 94+, смотрим. О, слушайте, ну уже 0, кстати. Хотя у меня Лиау там 99, поэтому вряд ли. Уже 0 стоит 400 тысяч. Ну, как-то жутковато. Его Фут Фэнтези, друзья, стоит 110 тысяч. Я сейчас смотрю. Тут в графике когда-то он стоил 12 миллионов. Это самое, наверное, глубокое падение за всю историю FIFA. Прикиньте, с 12 миллионов упасть до 100 тысяч. Ну и второй пик. 94+, Футис. Смотрим. Ну, тут, конечно, стена. Хотя Динаталия, опять же, может быть, что-то стоит. Но, опять же, в концепции моего состава, где я собираюсь собрать фулл склад 99 рейтинга, он не вписывается. Вот так вот не очень весело получается. Я вот недавно на своем бездонатном открывал подобные пики. И смотрите, что там мне выпало. Давайте откроем. По одной карточке, ни хера себе. Здорово, я ее дураю. Мне кажется, он до сих пор стоит денег. Кричит он на Дамфриса. Дамфрис кричит на Ройса. Ройс кричит на Лериса. Давайте я открою второй пик. Блядь, ни хуя себе пик. Блядь, за мать, 99. О, Поль, 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 Марка, Ройс. Их даю. Нихуя себе. Не, ну, слушай, все равно прикольно. Поймать две такие карты в двух пиках, и они-то денег стоят, наверное. Сколько я иду? Нихуя себе. Вьера продаваемый упал в каком-то бичпаке. 77 тысяч. А раньше полтора миллиона в СБЧ стоил. Ну, слушайте, даже 70 тысяч на данном этапе выглядит как неплохая сделка, поэтому сразу же его продаем. Так, 10 редких 84+. Сразу же скипаем содержимое. Смотрим. Донован Зайдорф. Ага, ага. Ну, в общем, херня. Так, я продолжаю тут на фоне щелкать 10.85. А с чем прикольно упадет, то вы об этом узнаете. Пока что ловлю всякий мусор. Так, собрал я еще один пик, новый уровень. Жду КДБ. 99-й рейтинг мне необходим для моей цели. Ну, что ж ты будешь делать? Новый пик 94+. Давайте на этот раз попробуем что-нибудь поймать. В прошлый раз как-то не очень завезло. Что будет на этот раз? Альваран. Бля, это охуенная карта. Она у меня уже есть. Так, кстати, через 22 минуты какой-то новый контент, наверное, будет. Я дождусь. Вместе с вами посмотрим. Так, друзья, я не сдаюсь. Еще одна попытка поймать что-то в этом пике. Ну, вот же оно. Вот же оно. Смотрите. Блядь. Можете не смотреть. Так, я перешел на свой бездонатный аккаунт. И меня сразу задарили каким-то говном. Что это все такое? Это прикол какой-то? Что это такое, блядь? Проверим удачу еще раз. 94+, открываем. Ну, тут, конечно, да. Ребята сомнительные. Ну, грилешу возьму. Я понятия не имею, сколько он стоит. Может быть, даже и стоит денег. Нет. Ошибочка вышла. И второй пик. 94+, открываем снова грилеш. Боже, ну, это прям худший пик, который я видел в своей жизни, мне кажется. Тут, кстати, составчик у меня тоже выглядит бодро. Посмотрите, какие ребята тут собраны. Вот вчера мне как раз-таки упал Варан 97. Ну, вот, собственно, я и Туре, которого я тоже выловил вчера. Карта до сих пор стоит 2,5 миллиона. Кстати, этот аккаунт заряженный, Туре. Если вы помните, это мой бездонатный аккаунт, где мне падал Туре, этот Титан-трофея. Наверное, Лео Месси был самая лучшая карточка на этом аккаунте. 193 матча. Ну, и Габриэль Жезус тоже. Я думаю, есть еще люди, которые помнят, что я лакер был в этих красных карточках. И с кумирами мне всегда везло. Вот Гулита я здесь ловил, я у Севио ловил. Вроде это было и недавно, но по ощущениям уже очень давно. А, кстати, я не сразу заметил, тут в заданиях вышло 2 карточки Интера. Санчес 97 и Арнаутович 96. Вот это завоз Рома Роя, друзья. Не, ну в этом сезоне что-то Интеру слишком завозит. Ну, посмотрите на этот сквад. Это же просто безумие какое-то. Неожиданным образом, друзья, я оказался еще на один шаг ближе к своей цели. Собрать состав с фулл игроками 99-го рейтинга. В СБЧ у нас вышел Терри Анри 99-го рейтинга. Собственно, давайте его быстренько и соберем. В этом мне поможет пак 100 игроков 82+. Плюс полетели. Шансы что-то как-то дико открутили от хорошего дропа. Будет ли хотя бы одна страница Тотсов? Тотсы будут. Так, футисов нет, друзья. А, балоки, сократисы всякие. Окей. Ну, чисто рейтинг. Ну и вот, друзья, просидев ни много ни мало, мы собрали заветную карточку Терри Анри 99-го рейтинга. Давайте посмотрим на этот великолепнейший волкаут. Интересно, будет ли он играбельный? Также я собрал себе Делкана Райса. Если Арсенал выиграет, то у него рейтинг будет 99. А это значит, что я буду еще ближе к своей цели. Собственно, теперь осталось понять, как мне линкануть всю эту банду. Пока что мыслей не имею. Я смотрел разные варианты. Что-то никак не получается, чтобы все были на фулл сыгранностью. Один в любом случае будет страдать. Так, ну что, друзья, эти пики обновились. Давайте сейчас еще трешечку откроем. Полетели. Смотрим. Бля, все бомжи. Ну и еще одна попыточка. Открываем. Беле. Ну, блин, нет 99-х карточек. Мне нужны 99-ые. Беле, это, конечно, неплохо. Ну, нужна карта либо Месси МВП. Ну и еще одна попыточка. Поехали. Блядь, опять этот Беле. Ну, в общем-то, друзья, вот такой вот видеоролик у меня получился. Пока что выглядит мой сквад таким вот образом. Опять же, цель для конца FIFA 23 собрать фулл сквад с карточками 99-го рейтинга. Получится или нет? Узнаем в ближайшее время. А с вами был я, Пандос Фиксович. Оставляйте классные комментарии. Лукасы. И всем хорошего настроения. Чао-какао. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok